Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Где взять качественный силикатный кирпич? Конечно же, на Кировском кирпичном заводе. Превосходное качество, быстрая погрузка и доставка. Кировский кирпичный завод. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. 13.06 на часах. Добрый день. Два Владимира в студии. За исключением нашего звукорежиссера Дениса Князева. Владимир Сметанин и Таяна. Против меня Владимир Журавлев. Депутат Кировской городской думы. Руководитель фракции «Справедливая Россия». Предприниматель Владимир Вениаминович. Добрый день. Здравствуйте. 10 мая. Сегодня накануне великим прошедшим праздником. Хочу поздравить с 9 мая. С 1 мая участвовали вы вчера? Конечно. В шествии бессмертного полка ходили на театральную площадь. Да. Рекордное количество людей, кировчан в этом году приняли в праздничных мероприятиях участие. Пишут в СМИ. Да? Как вам атмосфера вчера? Ну, я соглашусь. Я был все 6 лет, когда я был в пятом созыве, был депутатом. Вот сейчас я сделал для себя правила обязательного. Никуда не уезжать, а вот ходить, общаться. Ну, это, в общем-то, обязанность депутата. И хочу сказать, что вот этот год, он был самый организованный. Вот однозначно в положительную сторону, притом на несколько ступенек вперед. И хочу сказать, что появилась какая-то государственность. Вот чего не было при прежнем правительстве области. Государственность в каком смысле? Ну, вот смотрите, есть интересы личные, частные, да? А на все одно общественные. Как-то вот при этой, при старой власти, что бы они ни говорили, вот не было на... Ну, такое ощущение, что на все общественные интересные наплевать. На все праздники, на первомайские, на 9 мая как-то. Вот все, вот было как бы, знаете, так, ни шатка, ни валка. В формальном смысле? Да. Вот организуемо, как оно пойдет, на ваш взгляд. Да, ну, слабо организация. А вот здесь появился какой-то дух, во-первых. Чувствуется, что вот что-то изменилось. Во-первых, четко было все организовано. Заметили, что вот в эту колонну, которая заранее там люди зарегистрировались, там пришли. Вот было отделение от других улиц, не было хаоса. То есть все люди шли с площади, шли к Вечному огню. Ну, плюс асфальт поменяли, да? То есть какая-то... По улице Московской. Да. Там некоторые оспаривают. Я считаю, что от Ленина-то вообще там асфальта фактически не было. Они сделали молодцы как-то так. Вот какая-то организованность появилась. Вот хочу высказать, что вот с приходом и Шульгина Вячеславовича, и Васильева, их можно там критиковать за что-то и так далее. Но вот атмосфера изменилась в сторону общественного интереса. А до этого было, ну, вот не те люди, откровенно. Ну, безусловно, не лично. Шульгин и Васильев организовывают данное мероприятие. Все гниет с головы и одновременно все улучшается. Ведь, вы знаете, вот в управлении есть точка роста, это конкретно личность человека. Ну, Сталин говорил, кадр решает все, Владимир Ильич Ленин. Все люди, которые стояли, можно там Черчилля, Рузвельта вспоминать, все, кто было в управлении, всегда понимают, что от людей очень многое зависит. И вот хотелось бы вот этот вопрос сразу бы как бы на областной предельствии, на городскую администрацию перенести. Сейчас тем более идут изменения, там, назначения и так далее. Не все назначения в предельствии области мне однозначно нравятся. Не потому, что там люди плохие, а люди, которые, ну, вот не смогут организовать. Вот по некоторым направлениям. А по фамильным, например? Ну, вот понимаете, все как бы очень относят... Вот господин Перескоков недавно был утвержден. Вообще его не знаю, к сожалению. Молодой, вроде бы активный руководитель. Вообще не знаю, Георгий Андреевич, вижу, который от министра спорта. Ну, хороший парень, без вопросов. Но я вот уверен, что он не способен сегодня придать развитие спорта и профессионального, и любительского. Просто не хватает силы возраста. Он 32 или 33 года в этом возрасте. Притом, он... Ну что ж вы так. Это уже достаточно приличный возраст. Погодите. Зрелый мужчина. Где результат? Чем он занимался раньше? Вопрос в этом. Посмотрите, какой путь человек прошел. И я, кстати, к Георгию Андреевичу отношусь как к человеку симпатии, в хорошем смысле слова. Но есть объективность, как бы... Ну, истина дороже, да? Я считаю, что он не справится. И однозначно, я считаю, что это неправильное назначение кадровое. У вас есть другая, альтернативная кандидатура? А там же было несколько. На конкурсе было 6 кандидатур было. Мы, к сожалению, не знаем. В СМИ не публиковали, по-моему, эти данные. Вы знаете, меня никто не спрашивал, но я считаю, что если вот заняться этим вопросом, заняться вопросом, то можно найти человека, который смог бы организовать. Найти спонсоров, понимаете, не за счет бюджета для профессиональных клубов. Родина, Динамо, восстановить. А у нас вот это все как бы никто не спрашивает за это. Есть результат? Нет. Давайте мы Георгия Андреевича назначим и скажем, вот тебе год, срок. У нас должен появиться спонсор у спортивного клуба Родина, раз. У футбольного клуба Динамо у нас должно появиться 5 спортивных школ. У них должны появиться стадионы. Там, например, 2 стадиона, 1 зал. Чтобы Георгий Андреевич из Москвы не вылезал оттуда для того, чтобы искали возможность... Деньги сюда приводить, в том числе. Конечно, конечно. Вот нужно... Это у нас слабое звено в регионе, что в области, что в городе. Мы не используем федеральные площадки, где постоянно какие-то проводятся конкурсы. Финансовые, притом с выделением. Если выиграл конкурс, и вероятность выигрыша, она очень велика. Нам нужно ввести федеральные деньги. Если у нас сегодня нет своих собственных, то мы должны отстраивать эту структуру. Я постоянно смотрю на площадки сельского хозяйства, министерства. Я смотрю постоянно какие-то из последнего. То, что я смотрел, например, программа развития дошкольного образования в сельской местности. Среднего образования. Развитие в сельской местности? То есть сельское... По-моему, там образование зачастую умирает в сельской местности. Погодите, а министерство сельское хозяйство выделяет деньги на это. Гранты, что строительство детских садов, школ, ремонт школ, постройку домов культуры. Но не все у нас села выпадают. А мы в них просто не участвуем. То есть ноль. Мало того, я смотрю все регионы. Только в Кирове прочер. Вот на 2018-2019 год мы просто не заявились и не участвуем. Вопрос к Игорю Владимировичу Васильеву. Слушайте, а мы с министра сельского хозяйства будем спрашивать за это или нет? Или это... Там ведь подразумевается, знаете, какая-то часть. То есть наша, например, часть. Ну, предположим, 50 на 50 или 90 федеральные деньги. 10 или 70 федеральные. А 10, 20, 30 или региональные. Извините меня, но чего не воспользоваться? Неужели мы не найдем 30% дополнительных, 20 или 10 для того, чтобы построить стадион в какой-то сельской местности? Ну, в этом же там Варбаже, например, в этой же Свече или там Шабалино. А мы это просто возможности не используем. И даже не обсуждаем это. Слушайте, это, ну, помимо... И я понимаю, что вот не хотел бы, наверное... Ну, вот не позавидуешь там любой роли губернатора. Это не та должность, наверное, которой можно завидовать. Но раз уж пришли, как бы, ну, Игорь Владимирович, наверное, есть смысл спросить с людей, что ты будешь делать? Почему пропускаются такие возможности? Широко обсуждать. Может быть, в этом есть резон. Если мы не раскачаемся и не будем использовать организационные вот эти моменты, так мы никуда и не поплывем. Понимаете, позор. Целый регион не имеет футбольного клуба. И это во время Мундиаля все говорят. Путин говорит президенту... Слушайте, президент, он, по-моему, для всех. Игорь Владимирович, и для вас там, и для Ильи Вячеславовича. У нас до сих пор футбольного клуба нет в профессиональной лиге. Даже во второй. Мордовия получает чемпионат мира. Протатарстан это уже, наверное, набило оскомину. А у нас даже футбольного клуба во второй лиге. Но это нам только внутри страны известно. Внутри конкретной области, что у нас с местами, с футболом все не очень хорошо. А в масштабах мира Мундиаля, Россия, страна принимает, все хорошо. На достойном уровне нужно провести. Мы-то должны реагировать на это. Я городской депутат. Футбол это моя любовь. Притом я и сам всегда играл, играю и собираюсь играть. И люблю смотреть. Но у нас не стало команды. Понимаете, и в этом проблема организационная. Прежде всего, у нас два человека виноваты. Это Быков, который не смог использовать в свое время возможности. Ну и господин Перескоков, который, не посоветовавшись ни с кем, просто принял решение закрыть клуб. Вот так мы уже пошли обсуждать самые насущные, актуальные темы, которые у всех на слуху. И сразу после небольшой паузы я, Владимир Вениаминович, озвучу вопросы, которые есть на сайте хакирова.ру. Там сразу два вопроса касаются возможного, подчеркиваю, смены места работы нынешнего губернатора Кировской области. Об этом через полминуты. Особое мнение на 101FM Да-да, два вопроса на нашем сайте. Есть, кстати, вы можете писать в специальной форме на сайте хакирова.ру. Вопросы гостя особого мнения. Общаемся мы с Владимиром Журавлевым до без 15.2. Итак, два наших слушателя интересуются вашим мнением по поводу возможного ухода Игоря Васильева с поста губернатора Кировской области. Речь идет о том, что в правительство РФ, возможно, он попадет работать. Но пока это слухи. Или не слухи? Ну, вы знаете, меня только об этом ленивые не спрашивают. И мое мнение журналисты спрашивают. Впервые в особом мнении вы здесь сейчас выскажите. То есть, статусом депутата городской думы Игоря Владимирович, попрошу вот это как официальный запрос к вам. Ну, если это возможно, потому что это, во-первых, личное мнение человека. И, может быть, там какие-то планы есть. Его никто не обязывает говорить о чем-то. То есть, он имеет там свое видение. Игорь Владимирович, у меня есть просьба. Можете мне ответить? Можете ответить для прессы? Вы собираетесь уходить с поста? Ну, я тоже слышал из разных источников, в том числе есть мнение, московские какие-то источники, которые говорят, что Игорь Владимирович собирается уйти в какое-то министерство. То есть, ну, одним из замов, там слухи ходят разные. Собираются или пригласили? Ну, нет, понятно, что приглашали. Разные вещи-то. Приглашали, да? Да, да, да. И вот моя интуитивная как бы такая, ну, у меня есть, я человек, в общем-то, опытный такой, смотрю. Ну, у меня есть такое ощущение, что он готовит. То есть, вот этот период, который он здесь провел, его задача как государственник была навести порядок. Действительно, после предыдущего губернатора здесь был, ну, откровенно сказать, бардак во власти. Он в силу возможностей, в принципе, ну, справляется с этой ситуацией. Она выправляется. Ну, его задача, его задача, ну, вот была стать какого-то преемника. Я уверен, что, ну, давайте так вот, мы порассуждаем, потому что политика... Давайте порассуждаем. Кто может быть преемником в случае? Политика – это ситуация возможностей. То есть, я говорю как о прогнозе, это мое личное мнение. Да, пожалуйста. Я никого не в авторитеты, как бы, или в эксперты не призываю. Ну, вот мое такое мнение, что он нашел, это опять же мое мнение, и фамилия этого человека – Александр Анатольевич Чурин. И вот вы знаете, что даже реформа, я знаю, что предельство области, по крайней мере, к этому подходит, что здесь сделать политическую, вот эту властную структуру, как поставить их на три кита. Сегодня было два кита, то есть, это есть губернатор исполнительного власти, есть представитель ОЗС, да, законодательная сила. Владимир Быков. Да, Владимир Быков. А вот сегодня предлагается в других, кстати, регионах, это не запрещено законом, сделано, поставлено все на трех китов. Во-первых, есть представитель ОЗС и появляется должность главы правительства области. Сейчас у нас губернатор совмещает, собственно, да, он и губернатор, и представитель правительства. Ну, считаю такую, во-первых, модель однозначно, как руководителем являюсь сам, то есть она, в общем-то, нормальная. Она рабочая, потому что у губернатора должно быть время, он должен быть освобожден от текучки ежедневной, вот когда, знаете, все летит, 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 нет времени подумать о стратегии развития. Поэтому абсолютно поддерживаю эту модель. И, ну, откровенно, мы знаем, что там по Александру Анатольевичу Чурину, то есть много вопросов на него, в общем-то, сгружены. И вот такие мои ощущения, они существуют. Кстати, я, в общем-то, поддерживаю и кандидатуру Александра Анатольевича, плюс считал и считаю, что губернатор должен быть местным, у нас есть люди достойные. Простите, уточню, Александр Анатольевич, это вы, по вашим прогнозам, на какую должность все-таки? Руководитель правительства? Пока председатель правительства предварительно, потому что давайте дождемся фактически. Не-не-не, да-не. И если Игорь Владимирович, мы тоже, это прогноз, это вот лишь размышления. И если Игоря Владимировича пригласят в Москву работать на какую-то должность, то есть он, в принципе, может оставить Александра Анатольевича. И вроде бы логично, человек, который знает практическую деятельность, может, условно говоря, мы помечтаем, да, что, ну, попытаемся, вот как бы предсказать будущее такое, и тогда Александр Анатольевич спокойно в сентябре может, условно говоря, баллотироваться на губернатора. Понятно, что это не просто так, это лишь один шаг, и это огромная, вы знаете, проблема не стать губернатором главной администрации, собрать команду, коллектив, каждый бы человек на своем месте мог бы организационно, с которым не нужно нянчиться, а который спокойно имел бы, во-первых, план развития, куда мы двигаемся. Ну, вот с чем, например, сегодня Георгий Андреевич, министр спорта у нас в Арминове. Да, опять в Арминове вспомнили. Я, ну, я как бы читал в прессе, у него нет как таковой программы, понимаете. Тем более есть... Подождите, конкурс же был. Слушай, все кандидаты обязаны были представить свое видение, свою стратегию развития. Моем мнении, как депутата, конкурс был формальным, понимаете. И я считаю, что там были более опытные руководители. Ну, вот не надо молодых парней бросать в пекло. Ну, это, конечно, вопрос Георгия Андреевича, зачем соглашаться. Ну, понятно, что приятно, там, министр. Но должно быть вот какое-то, знаете, ответственное решение. Так, все сказали уже по поводу прогноза. Все сказали все свои мысли. Ну, по поводу прогноза, вот жду ответа от Игоря Владимировича. Может, ответить, может, не ответить. Это его вопрос. А как это технически в случае все-таки принятия такого решения? То есть у нас появляется ИО, да? Да, и появляется исполнение. Но это нужно сделать. Надо посмотреть третье воскресенье сентября. Срок, когда у нас бывает единый день голосования. От него 90 дней. Ну, это будет примерно, в общем-то, в начале июня. Ну, вот, посмотрите, это июнь. Ну, там, слово говорит, до 15, до 20 июня это должно случиться. Если Игорь Владимирович до этого срока остается, то, соответственно, даже условно говоря, да. То есть он может бы и остаться. То есть мы же не говорим о том. Просто вот размышляем на эту тему. То тогда таким образом мы получаем... Если он, кстати, может и в июле, в августе, условно говоря, уйти, да. То есть когда там, предположим, его пригласили. Ну, у нас есть случаи в стране, когда глава региона говорит, не хочу вот я больше возглавлять. Пожалуйста, президент его может... Да, личное желание. Может, личное желание тут значит, его никто не будет удерживать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Есть законодательная возможность, законная возможность, собственно, оставить этот пост. А вот один из задававших этот вопрос, Владимир Вениаминович, интересуется. Я тоже поддерживаю этот интерес. А что для рядовых-то жителей области? Согласитесь, частая смена руководителей, субъектов федерации, это, наверное, не очень хорошо с точки зрения долгосрочной перспективы. Ну, вот в управлении есть такие две вещи. Есть реформаторы, которые приходят и меняют ситуацию. Принимает, называется, кризисное управление. Область, я считаю, в том положении, когда губернатор, условно говоря, попался на взятки, которая была доказана, и он был осужден, это кризисное явление. Человек сюда зашел, почистил, зачистил площадку. Теперь для конструктива это совершенно другой тип людей, которые приходят. Вот, например, назначают директора для постройки завода. Он в голом поле строит завод, уходит. Уже развивать и двигать – это другой тип руководителя. Понимаете, да? Есть реформаторы, а есть стабилизаторы. Вот я считаю, что, ну, наверное, по душе. Мы такими родились, понимаете? Это в силу нашей реакции, там, личности, наших проявлений эмоций, там, какого-то жизненного опыта. Вот должны прийти эти люди, которые, условно говоря, потом будут это конструктивировать. Это нормальная практика. И чего простым гражданам? Да я считаю, что любое движение в изменении сторону конструктива, оно положительно. Это уже застоя. Закончите, да. Да, когда ситуация вот есть и безнадёга. То, что было, например, полтора-два года, например, мне предлагали в ОЗС пойти тогда перед, условно говоря, когда Никита Юрьевича арестовали перед этим накануне. Вот в ОЗС, говорит, а вы не хотели бы? Я, может быть, и рассмотрел бы вопрос двинуть дальше, потому что законодательный орган всё-таки региональный. Но я вот эту безнадёгу видел. Губернатору ничего не нужно. И министрам ничего не нужно. Или, может быть, что-то нужно, но они не могут, понимаете? А если бы сейчас предложили, и выборы бы в ОЗС были в 2018 году осенью? Вы знаете... И Игорь Владимирович бы остался. Вообще, сама депутатская деятельность, депутатская деятельность. Я должен понимать, что есть создана атмосфера для конструктива. Просто сидеть и умничать тоже неинтересно. Понимаете? У меня есть свои проекты в сфере бизнеса, при том достаточно широкие. Я думаю, что мне хватит на десятилетие вперёд. Можно двигаться в этом направлении. Интересно делать. Мне интересно, у меня болит сердце за регион, за развитие экономики. Я знаю, что сделать. Но меня, к сожалению, редко спрашивают даже. Понимаете? А таких людей, у которых вообще какие-то есть планы. Понимаете? Вот, слушайте, у нас есть такая проблема. Вы сможете её решить? У нас, к сожалению, часто занимает место, я готов стать министром, а готов ли я что-то изменить? Вот нож это, она... Вот у нас пропал у людей, вот внутренний такой ценз, а смогу ли я справиться? И у нас, кстати, вот я могу привести кучу примеров. Ну, хотя бы один. Ну, вот Георгий Андреевич Борганов. Ну, вот со спортивным клубом «Динамо» есть такой Воронин Сергей Михайлович, он одновременно директор ДЮСШ-5, детская спортивная школа, одновременно федерация футбола и одновременно вице-президент клуба «Динамо» был. То есть, понимаете, клуб пропал. Мало того, человек проявил, ну, это как бы вопрос общественной организации, проявил вот такое... Там же были другие кандидатуры, которые сказали, клуб «Динамо» будет развиваться и играть. Мало того, господину Воронину четко сказали, если ты будешь президентом федерации и вице-президентом футбольного клуба «Динамо», то деньги туда не пойдут. То есть, клуб мог бы развиваться и двигаться. То есть, все уперлось в личности? Конечно. Вопрос уперся почему? Потому что человек не способен на этом уровне работать, понимаете? Ведь это подход. Вот, ну, поставьте во главе футбольной команды один футбольный клуб может занять первое место, пятое может плестись в конце таблицы. Мало того, я понимаю финансирование, оно может быть минимальным, но максимальная отдача. То есть, руководитель должен быть эффективным. И эффективный тренер даже при минимальном бюджете, но он все равно команду, по крайней мере, он будет красиво играть и займет там в середине позиции. Как вот в Великобритании, это Лестер-клуб, да? С маленьким бюджетом и взялся от чемпиона. Вот, понимаете? Я не озвучил еще часть, последнюю часть этого вопроса по поводу возможной смены деятельности Игоря Васильева. Не подписавшийся слушатель, видимо, он возмущается, а как же выборы губернаторские, в которых победил Игорь Васильев, они же на деньги налогоплательщиков были организованы, были потрачены, а тут бац, он может уйти? Ну, погодите, во-первых, он ведь, деньги, да, действительно были потрачены. А федеральные или областные, кстати, деньги тратятся на организацию? Федеральные. Часть областная идет, но это единый день голосования, там большая часть идет с федерального бюджета. Ну, погодите, это нормальный процесс управления. Вы знаете, мы сами довели до того, что проголосовав за Никиту Юрьевича Белых, выбрали его губернатором. Ведь, понятно, много вопросов там и по водоводу было, и по гостинице Хилтон, ну, куча, куча. Мы шли, как слепые котята, даже не пытаясь разобраться, и мы получили сами, и, извините меня, так-то мы Никиту Юрьевича Белых так-то выбирали, на это тоже деньги потратили. А Игорь Владимирович, я понимаю, что в экстренном случае быстро поставили человека, который мог бы здесь зачистить площадку. Вот от этих, как бы, ну, от таких коррупционных следов, как я это понимаю. И мы видим, он все прительство уволил, и я в этом его полностью поддерживаю. Считаю, что это был правильный шаг, но вот он такого, вот, это логика управления, для меня она понятна, да, можно считать деньги, но есть, как бы, логика управления. И вот у нас появится шанс двигаться, доказать, и это зависит, понимаете, не только от правительства, но вот тем людям, которые в правительстве области, им не хватает вот понимания того, что вот нет подбора кадров. Понимаете, есть подбор, мы неудобен от руководителя, молодой, смотрит в рот, ничего не говорит, понимаете. Он исполнитель, я ему сказал, он бежит туда, пошли. Слушайте, я к себе, например, на предприятии не возьму человека, который не будет самостоятельно, который меня будет дергать по каждому вопросу. Ты пришел, я взял зрелого, да, а как, а почему? Он только будет создавать количество вопросов. Ну, так, у нас время рекламы подходит Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, руководитель фракции «Справедливая Россия», предприниматель. Есть еще вопросы от слушателей, и у меня много вопросов. Давайте сейчас эту рекламную паузу сделаем, и потом четко, по максимальному числу вопросов, успеем пробежаться и услышать ваше особое мнение. Особое мнение на 101FM Итак, поехали дальше. Вопросы от наших слушателей. Владимир Вениаминович, кто виноват в том, что город тонет в грязи, и что с этим делать? Коротко договорились. Называйте конкретных лиц. Кто виноват? Я считаю, что все граждане города Кирова, то есть одни, которые не ходят на выборы и не голосуют за нормальную власть, первое, вот сваливать, понимаете, мы имеем такую власть, которую заслуживаем, понимаете? Осознать, конечно, это сложно, конечно. Это сложно, но нам это крайне необходимо, вот просто крайне необходимо. А та власть, а что с нее? Мы выбрали, доверили, ну вот она работает так, как она работает. Вот и все. Следующий вопрос. Продолжается ли борьба за парк победы? В прошлый раз вы говорили, мы, видимо, слушаем ваше особое мнение, человек, что глава администрации Шульгин вполне может обратиться в правоохранительные органы, чтобы признать продажу земельных лиц в парке победы за 300 тысяч, наносящий колоссальный вред городу. Есть новости на этом фронте? Ну, во-первых, Илья Вячеславович, я знаю, занимает позицию, что да, это ущерб городу, это очень важная позиция, она кардинально отличается от позиции, там, Дранова Дмитрия Николаевича, от перескока Александра Викторовича, который продал, да, при перескоке была продажа этого парка победы. Я хочу сказать, что так кардинально сдвинется, подготовка к уголовному делу, она идет полным ходом, я еще тогда говорил, и она входит в фазу, что, наверное, будет результат. Ну, героев мы, конечно, знаем. Но есть второй вопрос, сейчас и администрация города, и Дума не стоит, мы готовим ряд мер, то есть я пока вот до конца мая их не озвучиваю, для того, чтобы не предупредить тех людей, против которого сыграет, но я считаю, что городская дума сделает очень, вместе с администрацией города, вот реальный шаг для того, чтобы, ну, вот вообще эту землю, возможно, даже вернуть, создать условия предпосылки для того, чтобы те люди, которые приобрели, которые сегодня пользуются этим, они просто, ну, каким-то образом вернули. А поподробнее все-таки, ну, так, чтобы было более понятно, но не раскрывая всех козырей. Я не хочу раскрывать карты, во-первых, ну, вот это юридический, законный вполне шаг, который при перескокове не был возможен, потому что он и продавал, ну, вот, к сожалению, принял такое решение за такую сумму. Некие бумаги уже в правоохранительных органах находятся, нет? Там идет во все. Заявления какие-то? Там идет во все. Идет уже? Конечно. То есть там не нужно заявление, это по факту. То есть факт установлен до момента, мы продали за 300 тысяч, а потом вот этот новый собственник, он перепродал, мы знаем, сумму за более дорогую. Все. Это тот же самый случай, как в Дагестане, в Махачкале. Мэр города продал участок земли за миллион сто, администрация города продала. То, что в итоге стоит там 70 или 80 миллионов. А у нас по факту вот 338 тысяч, а новые владельцы продали это там за 150 или за 180 миллионов. Ну, я, кстати, точную цифру не знаю, пользуюсь только там, ну, такими непроверенными вещами, потому что мы не можем, у меня конкретно, как у депутата, нет доступа к тому договору о купле-продаже. Но мы все знаем, что приобрели это Кировспецмонтаж. Кстати, тут еще... Сумму-то напомните? Может, кто-то не в курсе, она же не секретная, по-моему. 152-180 миллионов там. Ну, вот оцените, пожалуйста, кто впервые слышит это, да? 338 тысяч. Да. И вот полторы сотни миллионов. Это в несколько раз больше, чем Махачкале, совершенно альтернативный. И я знаю, что правоохранители не исходят из этой же логики. И они в том же контексте действуют. И если задержали, арестовали мэра Махачкалы, то, надеюсь, что те люди, которые были в этом виновны, пусть они... Там кто участвовал в этом процессе, там же и были юристы, и работники администрации города. То есть, ну, вы готовьте, как бы, варианты, кто чего делал, кто кому сказал, кто кому что приказывал. Ну, и самое главное, вот позиция, мне немножечко непонятна. Я вот к Миронову, старшему Алексею Семеновичу, очень уважительно себя относился, да, тем более мы должны напомнить, что он почетный гражданин города Кирова. А когда они покупали вот этот спорный участок, ну, я не знаю, какое участие, говорят... А что, неужели риски не видели? Конечно, риски есть, мало того, репутационные риски. И сегодня в Думе уже полтора месяца, вот кулуарно, есть обращения ветеранских организаций, в том числе и ко мне там обращаются, при том с разных там заводские ветеранские организации, областные, городские, районные, ведомственные, там, отраслевые. И они с возмущением говорят, слушайте, Парк Победы, и как так? И, мало того, они не все разбираются, но вот есть такое, что инициатива, что давайте-ка мы лишим Миронова Алексея Семеновича звания почетный гражданин города Кирова. Раз он не владеет, но я тоже считаю, что моральный аспект здесь существует, законодательно там. Вот мы рассматриваем это поле в правоохранителе, там есть специальные органы. Понятно, что здесь преступления со стороны Миронова Алексея Семеновича просто нет. Он купил, но он должен понимать, что, помните, статья такая была, покупка краденого, условно говоря, или там незаконного. Незнание ответственности не освобождает, там незнание законов не освобождает. Но считаю, что требование ветеранов, оно имеет место быть, считаю, что оно законное, потому что, если человек не понимает интересов города и общества, получается, что у нас бизнес поставлен, знаете, бизнес ради бизнеса, бабки, бабки, деньги, деньги, не должно быть такого. Есть более ценности, тем более знаю Миронова Алексея Семеновича, как человека такого, я всегда его уважал. Я всегда ставил Кировспецмонтаж, и его как главой этого, ну вот отдельно. Поэтому он и получил единственный почетного гражданина города Кирова. Сейчас пытается лишить, ну, за неоправданный поступок. Как он к этому отнесется, это его вопрос, но считаю, что морально это оправдано. — Кстати, сижу, сейчас вспоминаю свою поездку двух-трехнедельной давности. Я прошу прощения у кировчен, которые живут в районе Парка Победы, я нечасто там бываю, не слишком хорошо знаю эту площадь, но вы знаете, вот если подъезжать к Парку Победы от Московской по Ломоносово вверх двигаться, такое ощущение, что вот этот каркас многоэтажки, он прямо где-то вот, ну не то чтобы посередине парка воткнут, но на территории точно распространяется. Вот представляете, как это выглядит, да, вот над стеллой вот этой, да, вот этим символом святым еще и возвышается такое полное ощущение, что, в общем, ужас какой-то. — Ну, вы знаете, у некоторых строительных компаний, которые как раз этот дом построили, и вот там небезызвестный там, и вот в Вятске эти, Алая Паруса тоже самое, понимаете, вот чем выше, тем лучше, ну плюсы как бы деньги. И ну, я считаю, когда ведут себя так строители, это, знаете, некоторый такой вызов общественному мнению, что, ребята, да мы плевали на все общественные условия. Мало того, поэтому вот по этой высотке по Парку Победы, ну вот мне столько жалоб поступало. Ну, и когда, понимаете, вот бизнес занимается, не смотря на как, не учитывая общественное мнение, ну я считаю, что, наверное, общественное мнение должно выливаться в какое-то, во властное какое-то движение и действие, которое, ну, каким-то образом бы показывало. Я не говорю, что там, вот знаете, сразу их садить там. Тут, может быть, вот того, что некоторые вещи появляются, может быть, нет уголовного. Слушайте, у нас ведь есть какие-то, и мораль какая-то, вот, понимаете, есть какие-то ценности, не только материальные, и не только деньги. Ну, надо в этом ограничивать, и нужно поступать. Общество должно реагировать, например. Ну вот, когда строительная компания себя ведет так, так давайте мы проявим свое гражданское такое сознательность, ну не будем покупать квартиры в этом доме, понимаете. Вот, раз правоохранители не видят... Сложная, конечно, тема. Ну, погодите, это всегда моральный выбор. Согласны, да? Да согласен, он моральный, он очень непростой. А чего непростой? Что у нас предложение по квартирам маленькое, что там самая дешевая квартира, да нет. Нет, конечно, это с одной стороны. В общем, взвешивать все нужны эти вещи, конечно. Нам нужно занимать гражданскую позицию, притом каждому гражданину. Говорить... Не, ну если бы динамит был в свободной продаже, я так вот... Ну это уже... Извините, да. Тогда мы можем решать проблемы. Почему? Позиция гражданская, она тоже часто, понимаете. Вот, например, если какой-то человек что-то... Вот мне не нравится, он делает, я перестаю здороваться. Вот я честно говорю, что с некоторыми депутатами городской думы, я просто не здороваюсь. Принципиально оппозиция заняла. Тут нет никакого такого, меня никто в этом не может лишить, но я думаю, и может быть, некоторым кому-то наплевать, но в некоторой позиции, в некоторой ситуации, то есть я показываю людям, что, слушай, ну вот, а мне вот так. И может быть, кто-то когда-то рано или вот в каких-то вещах вот, ну, может менять свою позицию. Ведь не только деньгами мы живем, мы же живые люди, нам не важно, что говорят и так далее. Поэтому вот все вот в этом вопросе как бы надо играть более тонко, понимаете? Тем более русский человек, для него, для большинства людей нормальных, это там и понятия такие, как совесть, там, честность, искренность, это тоже важное. Простите, мне сейчас вспомнилась фраза, которую легендарный Боб Марли, уходя из жизни, сказал своему сыну в возрасте 36 лет. Ну, Бобу Марли было 36, он умирал. Жизнь за деньги не купишь, он сказал. И отправился на тот свет. Ладно, пять минут остается. Хочется, чтобы вы обозначили свою позицию по теме рекламщиков. Наружная реклама, да, организации занимаются. Все равно депутатам, собственно, Гордумы тут первоочередное слово будет предоставлено. За какие изменения, да, в правилах внешнего благоустройства голосовать? Вот сегодня как раз был эфир с 11 часов в дневной разворот, где представители рекламных организаций говорили о том, что если все-таки запретят им размещать рекламу на фасадах и на придомовых территориях, бюджет очень много не получит, потому что они налоги платят. Они сами развалятся, и большие коллективы вынуждены будут распустить. И, в-третьих, собственно, собственники этих домов, они лишатся серьезного дохода, который они могли тратить и пока могут тратить на благоустройство собственной территории. Вот ваша позиция. Ну, вот это тот же случай, когда глава администрации, ну, там, в данном случае, я знаю, что занимается этим проектом господин Ященко, зам главы администрации. Это хотелось бы навести порядок, то есть и управлять всем. Ну, во-первых, это однозначно переоценка своих возможностей и способностей, но нельзя в городе регулировать все. Это естественный процесс, и кто так думает, он наивный человек. Во-вторых, я однозначно на стороне вот этих рекламных фирм, и, самое главное, я на стороне федерального законодательства. Я хочу сказать, что жилищный кодекс некоторым чиновникам, жилищный кодекс нам о чем говорит? Что собственники здания вправе распоряжаться своим фасадом. И никакими правилами дополнительными, что вне закона, вы не можете их ограничить. И рекламщики вот ко мне, как к главе фракции Справедливой России обращались, но я знаю, что и ко всем руководителям фракции Единой России, и Коммунистической партии, и ЛДП. Да, они обратились ко всем, и мое мнение однозначно, но это незаконное действие, любые потуги. Плюс, вот, знаете, есть какой момент, ведь мы не только права рекламщиков ограничиваем. Вот хочу сказать, вот у меня в округе есть дом такой, Ленина, 20, там очень активный представитель. Моноквартирный дом, Валерий Семенищев, мы с ним знакомы. Да, 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 замечательный человек с общественной и гражданской позицией. Он говорит, слушайте, мы, а там несколько вот плакатов вот на доме с разных сторон, и с Розвик-Сибург, и с Ленина, и с МОПРа они расположены. Ну, место такое, да, и дом очень видно. Специально прошел, посмотрел, слушайте, ну, вот меня не вызвало вот моего какого-то вот восприятия эстетического отторжения. Наоборот, они вписываются, они даже, я бы сказал, украшают при всей нашей серости, что мы с этим зданием что-то, жители, смогут сделать. А эти плакаты хоть каким-то образом вносят разнообразие. И самое главное, знаю, не по наслышке, а вот они, Валера Семенищев у себя во дворе вот этого дома, они поучаствовали уже в двух или трех конкурсах, выигрывали конкурсы как раз на основании, у них есть денежки какие-то, своя часть, и они на эти деньги, во-первых, территорию заасфальтировали частично, сделали детскую площадку, какие-то даже клубы там развели, понимаете, у них есть деньги для развития, извините меня, это их право. Закон на рекламе федеральной запрещает в четырех случаях там что размещать, это там призывы к насилию, к насильственному изменению строя, к национальной розни и так далее. А все, что возможно, пожалуйста. И я считаю наоборот, даже с точки зрения эстетики, эти рекламные плакаты могут каким-то образом украшать наш город на фасадах здания, тут ничего плохого нет. Может быть на каких-то центральных улицах, да, наверное, там где-то у площади, где-то, знаете, вот такие вещи вызывающие. Ну, а если это вот на домах, там и на окраинах, я знаю, много мест прекрасных, я считаю, они вписываются в нашу городскую. И это, во-первых, это современный ритм. И что хуже серая, серая как бы площадь вот этого как бы фасада. Или какой-то красивый, да, по крайней мере, они все равно обновляют, освежают. Ну, это современный город в 21 веке, это информационно. Ну, пусть будут информационные вещи. Ой, массу вопросов не успел вам Владимир Вениаминович задать, 30 секунд остается. Кстати, вот по последнему, я хочу сказать, что предыдущий был глава администрации, Драный Дмитрий Николаевич, мы с ним очень много сражались. Предпредыдущий уже. Предпредыдущий, да. Мы с ним сражались очень много в этом плане. Как раз были в том числе и судебные столкновения, помните, по остановкам? Да. И он все равно продавил решение. Мы убрали, у нас сейчас сегодня во многих случаях куцые остановки, вот те металлические. И сегодня мы возвращаемся к тому, что появляются на остановках вот эти красивые, более-менее установочные павильоны и рекламные конструкции. Ну, слушайте, но это по-современному. А он тогда занимал совершенно другую позицию. И потом, его желание, помните, сносить ларьки, да, по торговле? Но ведь ряд моментов-то этим он проиграл. Несколько было судов, попыток сносить вот эти мини-магазины на придомовой территории была та же самая ситуация. То есть пытались ограничить... Красная линия там и так далее. Нет, там даже не только красная линия, красная линия, может, я соглашусь. А как раз вариант, когда домовые территории ТСЖ сдавали под мини-магазины свою территорию. Так они за счет этих денег развивают. Там можно регулировать, например, создав какие-то нормы, правила, но они должны вписываться прежде всего в федеральное законодательство. И я хочу тем чиновникам, которые хотели бы изменить ситуацию в Городке, меняйте федеральное законодательство. Выходите с инициативой. И тогда рулите. А если нет, извините меня. Вот будем давать по рукам жестко, если вы не будете использовать. С использованием, опять же, прокуратуры, там, следственных органов, каких-то правоохранительных органов вам по рукам. Потому что есть закон, есть закон. Какой он плох. Меняйте закон, тогда и действуйте. А ограничивать бизнес, ну, его даже в рамках закона, наоборот, нужно искать какие-то возможности вписывания. А мы пытаемся давать по рукам. Развивать мы еще пока не научились. А вот давать по рукам, ну, это неправильная позиция. Немножко уже перебираем. И все-таки я хочу задать этот вопрос. Потому что в России у нас тут серьезные перемены. Ну, как перемены? Ну, инаугурация. Ну, ничего, что президент у нас прежний. Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот несколько слов. Вы за то, чтобы он был примером или против? И почему? Два слова, буквально три. Сходу ничего личного. Во-первых, если мы хотим изменений или еще что-то. Но вот отрасль и человек не может себя реформировать. Нужен другой человек. Нужен другой. Вы против? Я за другого человека. За другого. Я не против Медведей, я за другого человека. За другого на этой должности. Спасибо большое. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. До свидания. До свидания.